Мужчины дают любовные советы девушкам. Мы наслаждаемся уютной тишиной. Не каждый момент нужно наполнять бессмысленными разговорами. Это может быть необычным явлением, так как некоторым может быть неудобно все время молчать. Что касается меня, я считаю, что два человека могут наслаждаться компанией друг друга в тишине. Если вы видите парня, который вам нравится, дерзайте. Я ненавижу идеологию «только мужчина должен делать первый шаг, потому что это мужское дело». Нет ничего горячее, чем женщина с силой воли, которая видит то, что она хочет и принимается за это. Зовите меня Рон Свонсон, потому что влиятельные женщины мне нравятся. Заботьтесь о его счастье так же сильно, как вы заботитесь о своем собственном. И не соглашайтесь на партнера, который не сделал бы того же по отношению к вам. Если вы начинаете встречаться с кем-то, а он начинает слишком много с вами связываться и хочет видеть вас каждый божий день, просто двигайтесь дальше. Вероятно, у него есть проблемы с созависимостью. У меня был друг, который делал так, и каждый раз, когда он полностью отдавался отношениям, они длились месяц, а потом они походили на конец света, пока он не встречал кого-то еще неделю спустя и сделал то же самое. Я перестал с ним тусоваться. Скажи, что ты имеешь в виду. Не ходи вокруг да около проблемы. Не превращай все это в игру. Будь прямо линейной и просто скажи об этом. Ты можешь сэкономить много времени, избавить от потенциальной боли или обострения спора, которого даже не было. Это, впрочем, касается обоих полов. Небольшие комплименты. Это действительно здорово. Кроме того, говорите, пожалуйста, о том, чего вы хотите и чего не хотите. Это касается и мужчин и женщин. Хорошее общение значительно упрощает жизнь каждому из нас. То, что вы держите своего парня в заложниках этих отношений, означает, что вы плохой человек, который не умеет приводить реальных аргументов. О, да, тогда почему мы вообще вместе? Если я такая ужасная, то просто брось меня. Думаю, тогда тебе плевать на наши отношения. Моя жена говорила такие вещи в самом начале наших отношений. Я поднял этот вопрос во время спора и выяснил, что это потому, что она искренне ожидала, что я уйду и не хотела, чтобы это ее ошарашило. Я сказал ей прекратить это, ведь я уходить никуда не собирался. И через пять лет мы поженились и скоро ожидаем рождения ребенка. Мы безумно счастливые, никогда по-настоящему не ссоримся. И я могу честно сказать, что мы две половинки, дополняющие друг друга. Но это не изменило того, насколько неприятно было слышать фразу, тогда почему бы тебе просто не бросить меня? Отчасти это может быть связано с неуверенностью, но если это постоянно, то это больше означает, что ваш партнер манипулятор, чем что-либо еще. Если ваш партнер так говорит, скажи ему об этом. Может быть, это еще не конец, но может и не быть. Нам не нужно разговаривать, чтобы считать это классным времяпровождением вместе. Эта проблема поднялась у нас с женой на карантине из самоизоляции. Мы ехали три часа, чтобы забрать ребенка от ее мамы. Мы обсуждали наши планы на будущее, прежде чем выехать на большую автомагистраль, которая находится в семи минутах езды. Как только мы попали на межгосударственную автомагистраль, между нами возникла абсолютная тишина. После часа езды я сказал, мне нужен кофе, ты голодна или что-то такое? Она может сказать да, и тогда мы пойдем туда, куда она захочет поесть. Но обычно это то место, что ближе. Если она скажет нет, то это будет кафе Вафлхаус. Я знал, что такая тишина ее не беспокоит. Но окончательный ответ я получил, когда ее мама, наш ребенок и моя жена вернулись из небольшого похода. Она вошла и выглядела очень обеспокоенной. Я смотрел спортивный канал и просто сказал, как прошел поход, она выпалила. Было бы здорово, если бы я не пошла туда с двумя людьми, которые никогда не перестают разговаривать. Большинство черт характера парня никуда не денутся. Люди меняются на протяжении отношений, но в основном их поведение и убеждения не меняются. Если вы видите привычку или тенденцию, с которой вам трудно мириться, и которая вас беспокоит, спросите себя, сможете ли вы мириться с ней вечно. В отношениях однозначно будут жертвы, но не думайте, что вы готовы пожертвовать своим счастьем навсегда, чтобы что-то терпеть, и не предполагайте, что ради вас тоже чем-то пожертвуют. Если вам нравится парень, даже если вы не по уши влюблены в него, просто если вам нравится быть рядом с ним, просто скажите ему об этом. Мы никогда не получаем таких комплиментов, поэтому часто держимся за те, которые получаем месяцами, даже годами. Скажите своим друзьям, что любите их и заботитесь о них. Это может ничего не значить для вас, но для них это целый мир. Иногда мужчинам нужно пространство, чтобы расслабиться и поиграть со своими приятелями в видеоигры. Это не значит, что они вас не любят. Просто важно дать им немного свободы. Когда мы с моей последней девушкой валялись на кровати, я, конечно же, лежал сзади нее, на боку и обнимал. Время от времени она ложилась сзади меня и обнимала так же. Это было забавно, мило и странным образом заставляло меня чувствовать себя любимым. Если вы бьете или ругаете своего парня, супруга, это ужасно. Неважно, какого пола обидчик, и даже если это не больно физически, это действительно может причинить моральный и эмоциональный вред. И прежде чем продолжить просмотр, советую подписаться на мой телеграм-канал. Там я пощу все самое интересное с реддита. Ссылку на него вы найдете в описании. Если вы хотите быть с кем-то другим, бросьте своего партнера, не тяните эту чушь, когда как будто играете в настольную игру, имея партнера как бы про-запас, и которого вы держите в тени, если что-то не срастается с вашей новой любовью. И черт возьми, не заставляйте своего партнера ждать идеального момента, чтобы расстаться с ним, пока вы гуляете с кем-то новым. Лучшее время, чтобы расстаться со своим партнером, если вы не хотите быть с ним, особенно если вы хотите быть с кем-то другим, это немедленно, сорвите все маски и покончите с этим. Может быть, он разозлится или расстроится, но он все равно узнает, если вы солжете ему о просто желании побыть одному на некоторое время, когда через пару недель выложите фото себя и нового парня в социальных сетях. Это намного больнее, чем если бы вы просто были честны. Если вы хотите быть со своим нынешним партнером, не шутите с фразой «он просто друг», потому что вы не такие ловкие, как вы думаете, и это настоящий эмоциональный обман. Мы не умеем читать мысли. Никогда не думайте, что мы должны знать, что вы хотите или о чем думаете. Люди меняются по своим собственным причинам. Не вступайте в отношения с кем-то в надежде, что он изменится. Если он не захочет, этого не произойдет. Помните, что любовь – это выбор, а не чувство. Тот, кто любит вас, будет относиться к вам так, чтобы вы чувствовали себя любимыми. Если вы этого не чувствуете, а он не заинтересован в том, чтобы заставить вас чувствовать себя любимой, он вас не любит. Он разве что влюблен в ваше тело или внешность, но это не любовь. Наверное, мой главный совет для всех, кто состоит в отношениях – не играйте в игры с отношениями. Просто говорите то, что вы хотите. Не заставляйте другого человека угадывать, не заставляйте его пытаться завоевать вас. Не играйте в молчанку, в которой партнер должен угадывать, что он сделал не так, или гадать, как исправить ситуацию. И не проверяйте его на верность или что-то в этом роде. Если доверия нет, тесты ничего не исправят, а взаимосвязь и доверие исправят. Если это не сработает, проверки точно ничего не сделают. Просто скажите, чего вы хотите. Если другой человек искренне не знает об этом и пытается, ничего страшного. Не усложняйте им задачу. Иногда мы, мужчины, действительно ни о чем не думаем. Ни о чем. Если мы ничего не говорим, это обычно ничего не значит. Постарайтесь заранее прояснить, хотите ли вы, чтобы он понял, что не так с вашей одеждой, или чтобы просто сделал комплимент, когда вы спросите, как ему ваш наряд. Мы предполагаем, что вам просто нужен комплимент. Но если вам действительно нужен взгляд со стороны на случай, если вы что-то забыли или что-то не так, нам нужно знать об этом. Даже мужчинам нравится, когда их балуют и заставляют чувствовать себя красивыми. Как вы это сделаете, зависит от вашего мужчины. Но нам очень нравится, когда мы получаем в свой адрес такие слова и комплименты. Когда вы находитесь рядом со своим парнем, уберите свой чертов телефон. Ничто не заставляет меня чувствовать себя более злым, чем когда у нас есть время, чтобы быть вместе. Она постоянно проверяет свои смс, фейсбук, уведомления в инстаграме. Когда я провожу время со своим партнером, мой телефон молчит и остается в моем кармане, чтобы я мог сосредоточиться на взаимодействии с ней. Если вы вступаете в отношения со списком вещей, которые партнер делает неправильно и которые вы хотите исправить в нем, никто из вас не будет счастлив. Партнеры могут делать небольшие постепенные корректировки и идти на уступки. Но большинство людей не вносят никаких радикальных изменений в свою личность и привычки ради другого человека. У вас есть полное право расстаться с парнем, который делает вас несчастным. Также и он имеет полное право расстаться с вами, потому что жить с постоянным напоминанием о том, что он все делает неправильно, это плохо. Обе эти вещи могут одновременно относиться к обоим людям, состоящим в отношениях. Если мы говорим что-то, как вам показалось оскорбительное, не пойми с чего, спросите, что мы имеем в виду, вместо того, чтобы придумать себе абсолютно худшие вещи, которые только можно интерпретировать из сказанного. Всегда помните, что он личность, а не просто типичный представитель мужчин. Все разные и обобщать глупо, о чем бы обобщение не говорилось. У всех разные взгляды, морали, мотивы, потребности и стремления, и люди должны знать об этом, особенно находясь в серьезных отношениях. Цена, которую вы платите за масляные фильтры, имеет значение. Хорошие фильтры служат вдвое дольше дешевых. Если мы делаем вам комплимент, примите комплимент и не говорите ничего вроде «Нет, я уродина», «Нет, я толстая». Мы сделали вам комплимент по какой-то конкретной причине, а не потому что должны были. Ну а на этом видео заканчивается, и если видосик тебе понравился, то обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Народ, давайте попробуем набрать на этом видео 200 лайков. Всего-то 200 лайков. Я знаю, вы можете. Также, если хотите, можете нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих роликов. И спасибо каждому, кто оставляет комментарии. Всех крепко обнимаю, ну и как обычно, ссылку на телеграм-канал и чат вы найдете в описании. Пока. А вот, кстати, рандомный комментарий из предыдущего выпуска. Но если ты тоже хочешь попасть в видос, обязательно оставляй любой комментарий. И, возможно, именно ты попадешь в следующий выпуск. Удачи!